Сегодня насыщенная повестка дня, 51 вопрос. Есть законопроекты, которые наша фракция будет докладывать, в том числе и наше постановление о парламентском запросе, касающемся достройки жилищных комплексов ЖК долевого строительства. Я бы хотел начать с информации, которая возмутила Пескова, пресс-секретаря нашего президента Путина. Вообще удивительная. Увидели они статданные, наш Росстат дал, и он вдруг удивился и потребовал, давай-ка иди ко мне на доклад, откуда такие цифры. Я просто напомню вам и гражданам Российской Федерации, отчего удивило Пескова. Оказывается, минимальный доход семьи у нас должен быть 58 тысяч, а он в два раза меньше. И оказывается, у нас население, он возмутил, не может себе треть населения купить две пары обуви для всех членов семьи. Откуда он, говорит, это взял? А сухие цифры такие. 80% граждан россиян испытывают финансовые трудности. 80%! Это его не удивило Пескова. 10% не могут себе позволить купить рыбу и мясо. Все. Полки валятся от товара. 20% овощей и фрукты не могут себе позволить. 50% выехать на отдых. Половина граждан Российской Федерации не могут позволить себе выехать в отпуск. На одну неделю в год. Все хаяли Советский Союз, что якобы закрыты границы. Вот сегодня открыли границы. Но не за границу, а выехать из квартиры не может сегодня граждан России. 25% пригласить в гости. У нас самая гостеприимная страна. Друзья, близкие, родственники. На день рождения, на Новый год и День Победы не могут четверть граждан пригласить гостей. А не на что. Стол не накрыть, а стыдно приглашать в гости своих друзей, когда на столе кроме соли и воды и хлеба, краюшку хлеба ничего нет. Как в войну. Но это не все данные. Вот Росстат немного ошибся. По нашим данным, 20% голодают население. Просто голодают. Нет денег. 2 третих не могут купить одежду, обновить одежонку. Все еще уже 20 с лишним лет советской власти нет, донашивает все советское. Советское донашивает. Берут, встряхивают из чемоданов и надевают. Вот это обновка. 75% досуг вне дома не могут себе позволить. Половина студентов не работает. Получили образование, а по специальности учиться не могут. Работать не могут. Каждой четвертой нет никакой работы после высшего учебного заведения. Никакой. Да, грузчиками, пожалуйста. Или помощниками грузчика. Сейчас новая профессия пошла. Помощник грузчика с высшим образованием. 40% молодежи хотят навсегда уехать из России. Вы представляете? А Песков говорит, нет, это нормально. Это цифра приемлемая. Да у тебя 40% за границу уедут скоро. Из России. А вот для тебя все нормально. Это пресс-секрат президента. 60% населения берут кредиты, микрокредиты. У них нет зарплаты, нет денег, идут в банк. И это закабаление. 60%. 400 предприятий в год закрыты. Это крупные. 13,7 тысяч малых и средних предприятий обанкрочено. Песков, ты об этом не знаешь? Ты где живешь? Ты в какой стране? Виртуальный какой-то себе нарисовал жизнь в России? И он удивляется. Доходы на 10% в шестой год сокращаются. А олигархи по 17% увеличивают. Ну их всего 1%. А 90% нищают. Заработок 25 тысяч. У работающего, каждый второй работающий, зарплата 25 тысяч. Мы единственная уникальная страна, господин Песков, где работающий человек нищий и живет за чертой бедности. Во всех других странах, если у тебя есть работа, ты достойно живешь. Только у нас уникальная страна, когда на работе плавит нищенскую заработную плату. Долги по зарплате выросли на 12%. Кто-то об этом не знает? Более 3 миллиардов только долгов. Заработанных, но вы не даете. И мер не принимаете. Цены вверх на 10-30%. И овощи, и фрукты, и мясо, и рыба. Все. 60% в долги банков, 16 триллионов долгов банковские. Это годовой бюджет. Вы куда смотрите? Смертность растет, рождаемость снижается. И впервые вчера опубликовали «Москва, столица нашей Родины». Позорище. На первом месте среди городов России, где смертность самая высокая. И в процентном отношении идет в прогрессии. Москва. Вот пример. Вот давайте вымирать, как Москва и все остальные города. Лидер. Вот у нас будет отчет Медведева. Вот с этими цифрами Медведеву отчитываться нечем. Ему надо прийти на пленарное заседание, зайти к нам на трибуну и сказать «я ухожу». Все. С этими цифрами у него только один путь. В отставку вместе со своей командой. Продолжая тему разговора. Вчера было заседание Думы, которое показало истинную картину вещей, когда депутаты, и вот как сейчас рассказывал Валерий Федорович по цифрам Песков, далеки от реальной жизни, то есть есть жизнь в пределах Садового кольца. Все остальное их не интересует, удивляет, но при этом не хотят принимать никаких мер. Вчера обсуждали вопрос, который касается каждого гражданина Российской Федерации, от младенца до ветерана. Это повышение цен на горюче-смазочные материалы. Поэтому, когда аргументов никаких они не выдвигают, мы объясняем о том, что это будет потом затем вложено в цену товара и вообще очень многие проблемы могло бы решить. Но аргументов никаких, но мы-то с вами видим, когда собираются в правительстве и начинают увещевать этих новориши, олигархов. Ну может быть вы пойдете навстречу, ну может быть давайте мы не будем повышать цену на бензин. И они от региона к региону значительно разнятся, бывает в десятки раз. Поэтому каждый монополист прежде всего решает свою проблему, это прибыль, все остальное не интересует. Но и депутатский корпус, который составляет большинство в Государственной Думе, не рискует взять на себя ответственность, не рискует взять на себя обязательства для того, чтобы улучшить жизнь гражданина или хотя бы аргументировать. Но сегодня мы предполагаем, что мы все-таки успеем сегодня доложить нашу законодательную инициативу на постановление в Государственной Думе о том, чтобы создать целенаправленный целевой фонд по обманутым дольщикам. Я сама работаю в комиссии по обманутым дольщикам и прекрасно понимаю, что каждый регион старается решить эту проблему как может. Но это не значит, что это панацея от всех бед. Мы прекрасно понимаем, что если почти 3 триллиона рублей долгов у каждого региона, они берут еще на себя те обязательства, которые им просто, сказать так, навязали. Поэтому если будет целевая федеральная программа, которая решит вопрос по обманутым дольщикам, не те, которые появились сейчас после того, как были приняты новые поправки в закон, а те, которые появились 10 лет назад, 15 лет назад, когда законодательство было не урегулировано и их, так сказать, огромное количество появилось в нашей стране. Однако представители партии, которые представляют большинство в Государственной Думе, считают, что не имеет смысла создавать подобные программы, ибо эта категория слишком малочисленная. Но мы тогда можем говорить и про другие категории. А что дети-сироты, их что у нас 140 миллионов? Нет. Тоже любая ситуация считается, что не нужно ее решать, потому что без объяснений. Точно так же, как многочисленная группа могла бы вздохнуть, то есть все граждане Российской Федерации могли бы вздохнуть, если бы цены на бензин не скакали так галлопирующими темпами, то эта многочисленная группа, но они и для нее не хотят ничего решать. Поэтому, конечно, целевая программа позволит дать шансы и каждому обманутому дольщику, человеку, который может определить, когда по дорожной карте он хоть может получить жилье, либо компенсацию не только за выплату жилья, которую он не получил, но и упущенные возможности, потому что на протяжении многих лет они вынуждены снимать жилье и многие-многие другие вопросы. Сегодня мы будем отстаивать, посмотрим, как среагирует на это агрессивное большинство Государственной Думы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова